Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ян 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 Я Ян Я Ян Я 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мне бы хотелось сказать несколько слов о другом Прошло в 55-м году, прошло как раз 58 лет, когда образовалась наша семья И в истоке, конечно, этой семьи мы были вдвоем с Петром Абрамовичем На сегодняшний день наша семья состоит из детей, внуков и правнуков И у нас 15 человек И у нас 6 семей сейчас Вот сегодня образовалась пятая семья Дженнифер и Владенька И я бы хотела им сказать несколько слов Сегодня вы вступаете в большую жизнь Где всякое бывает Но знайте, верность и любовь Пусть день запомнится, как самый дорогой И будет горько, как сейчас, на вашей свадьбе золотой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 И друзья, мы сегодня собрались с вами в этом красивом, нарядном зале, чтобы отметить большое торжество нашей семьи, день 13-летия нашего любимого внука, день, когда наш Эрочка из молодого человека превращается в мужчину. Мы очень рады вместе со всеми вами отмечать этот прекрасный праздник. У нас в Советском Союзе, когда мы жили, мы только знали, что есть такое торжество. Этот праздник нам подарила Америка. А наш Эрочка, первый гражданин Америки в нашей семье, он рожден уже в этой стране. И мы с дедушкой поздравляем его в этот день. Мы желаем ему много добра, здоровья, счастья, лета старости ему без старости. Мы желаем, чтобы он шел только по прямому пути и очень многого добился в своей жизни и в спорте, и в учебе. Мы желаем, чтобы он был у нас всегда здоровым, счастливым, таким же душевным, таким же внимательным к нам, как к бабушке, к дедушке, каким он является сейчас. Мы очень много хотели бы ему сказать добрых и хороших слов. И вот в заключение я могу ему только сказать, что поздравляя с этим праздником, от души хотим и пожелать по жизни бодро, весело шагать, шагать уверенной походкой. Путь впереди еще большой. Потери будут и находки. А мы, родной, всегда с тобой. Громко говорить, если я не буду плакать. Ну, извините меня, это просто сегодня такой уже день у меня. Он плаксилы с самого утра. Я хочу сказать, что вот 50 лет – это очень емкое слово. 50 лет тому назад молодая 19-летняя студентка и 23-летний лейтенант заключили вот этот брачный союз. И с тех пор, 50 лет, довольно крутой лестницы, шаг за шагом мы поднимались наверх. Через три года нас уже стало трое. Родилась наша старшая дочка Диночка. А еще через четыре года – галочка. И вот я так думала, если бы вот все разделить, вот эти 50 лет, я бы их как-то поделила бы на два этапа. Вот первые 25 лет мы становились семьей, мы росли, мы учились. Каждый учился своему. Я училась быть матерью и хозяйкой дома. Мои девочки росли и учились. Ну а папа наш вообще был вечным студентом. Сначала он учился в Киевской военной академии, потом закончил Ташкентский институт с ЖАЗИ. И в заключении были высшие офицерские курсы в Москве. И уже вот для того, чтобы заключить вот эти первые 25 лет, наш бабий батальон, как мы его называли, начинал немножко разжижаться. У бабы нашего появились помощники. Первым в дом вошел старший дать Боренька. Заним Мишенька. Мы были рады нашим детьям. Мы их любили и приняли в свою семью как родных. Да, вот мы уж говорим, что мы не ошиблись, и это правда. А вот вторая половина нашего 25-летия случилась в 1980 году. В 1980 году в феврале мы ответили свою серебряную свадьбу. И в этом же году родился наш старший внук Димочка. И вот с тех пор 25 лет в нашем доме звучат детские голоса. Все четверо внуков выросли в нашем доме и на наших руках. Они у нас очень хорошие, воспитанные, все целенаправленные, любят учиться и с большим уважением относятся к нам. Конечно, мы всегда хотели внучку. Но когда родился Эрик, я поняла, что уже на внучек надеяться нечего. И сказала, что внучка появится у нас уже тогда, когда наши внучки будут жениться. И точно, два года тому назад в нашей семье появилась первая старшая внучка Леалочка, которая нам подарила нашего первого правнука, наше солнышко. Ну, если начать с того, что 50 лет тому назад мы стояли у подножья горы вдвоем, пара нас была, то сегодня, в день нашего 50-летия, на нашей вершине мы стоим уже дюжиной. Нас как раз 12, и я думаю, что мы на этом далеко не остановимся. У нас еще все впереди, у нас есть еще светлое завтра. Когда Эйнка наш уходит от нас каждый вечер, он нам всегда говорит, бабушка, до завтра, дед, до завтра. И мы завтра ждем вот этого счастливого и светлого завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok